Я стою на остановке, я ему позвонила, он сейчас за мной приедет на остановку, на автобус. Видите, уехал и автобус уже ушел. Мы с мамой встретились в Гранд-Паньоне. О боже, теперь мы ее ищем. Это капец, я не знаю, ну просто. Просто вообще, наверное, это не этот торговый комплекс. Вводит чек из магазина и ей говорит, что перевод странный. Я мама, папа. Вот папа как раз выходит из туалета. Видите, на всякий случай ей машину протер, хотя мы ее ищем. Что, это мы уже к пустыне, что ли, подъезжаем? Мы не знаем, куда дальше ехать. Это опасно. Ёлки-шпалки, какая здесь жара. Никон, имей совесть, мы только приехали. Мы заехали зимой, он на коляске был. Боюсь, супа жили. Чего ты боишься? Дерево пальца, да? Это же наше детство вообще. Это вообще просто Ленобласть. Почти пришли. Очень пахнет бензином. И, как ни странно, Макдональдс работает. Привет, дорогие зрители! Недавно мы переехали из холодной страны в жаркую и живем на Средиземном море, откуда и ведем свои влоги. А вы на канале Маша Кэмли Шортсбол. Я слышала, что итальянцы чаще идут в круассаны с обычным заводным кремом, но я, как фанат писташек, во время этой поездки ела. Дома в городе Болонния окрашены в теплые оттенки красного оранжа. В общем, ребят, я стою на остановке, жду автобуса. Мы должны встретиться с Иконом в торговом комплексе, чтобы купить ему футболку. На завтра нужно для фотографирования. Они будут фотографироваться, им обязательно нужно прийти в белой футболке. А футболка ему мала. Я жду автобуса, он будет только через полчаса. Но поскольку у нас есть сейчас машина, Витя сейчас был занят, он как раз освободился. Я ему позвонила, он сейчас за мной приедет на остановку, на автобусную. Ну а так все хорошо, 30 с копейками градусов на улице, но не дикая жара. Есть чем дышать, есть воздух, даже какой-то ветерок, может быть просто от проходящих машин. В общем, погода жарко-приятная. Короче, ребят, расписание вообще не соответствует действительности. Автобус только что ушел, Витя, наверное, уже выехал. Я уже не знаю, на чем лучше ехать. Витя уехал и автобус уже ушел. Непонятно, что и делать. В итоге я все-таки осталась ждать на остановке автобуса. Посмотрим. Хотя, конечно, мы хотели с Никоном вдвоем, потому что с нашим папочкой каши не сваришь. Там надо будет все быстрее и быстрее. Мы хотели спокойно там погулять. Может зайти куда-нибудь, чашку кофе выпить. А так, в общем, придется бегом. Ну ладно, ничего, в следующий раз, значит. Но зато проедемся на машине. В принципе, я тоже люблю. Это даже приятнее, чем на автобусе. Как ни странно. За мной вот такой вот магазинчик. Тут продается все подряд. Проезжает какая-то синяя машина, но это не наша. Короче, ребят, я уехала. Сейчас я вот уже на парковке. Иду в сам мол. Никого не дождалась. Никто мне не пишет никаких смсов. Ничего не понятно вообще. Куда они там сиделись. Сейчас буду звонить. Ай, да здесь красная, господи. Не туда даже пошла. Видите. Мы с мамой встретились в Гранд-Паньоне. И вот сейчас... Наконец-то, да. Я уже просто думала, этого не произойдет никогда. Магазин Хопс. Покупать футболку детскую. Я уже это говорила. Это будет бесплатный. Бесплатный? Да, ну и хорошо. Пошли. Так. Да, вообще. Собирать по 20 шекелей на пиццу. А, понятно. Ну это вроде бы не много денег. Ну ладно, пошли, да. Вот, пошли. Как раз в момент, когда ты подготовилась, они ушли. А, ну да. Это едут наверх, а нам надо вниз, да? Нам надо наверх. А, нам наверх, но мы туда не влезем. Да, мы не должны влезть, поэтому мы влезем. О боже. Вот еще один. Так, мы потеряли парковку, где мы припарковались. В общем, теперь мы ее ищем. Теперь мы уже вместе с Витей. В общем, мы все друг друга нашли. Это была, конечно, короче, вообще авантюра. Еще автобусы не ходят. Я поехала в итоге на автобусе. Витя поехал за мной. Никон приехал с другой стороны. Мы все друг друга искали. Ну ладно, правда, мы с Никоном купили поесть. С папой-то мы этого вообще не сделали. Так что осталось найти парковку. Но тут всего 5 парковочных этажей. Поэтому сейчас мы на каждом походим по полчасика и нормально. Папа не запомнил, где припарковался. Это самое забавное, что может произойти на 5-уровневой парковке. 2 hours later. Это капец, я не знаю. Ну просто. Ну просто, вообще, наверное, это не этот торговый комплекс. Да, мы нашли ее. То есть обычно уроки физики и халом у нас должны были быть как со всеми. Но потом еще дополнительные часы. И должно было быть там не 2 часа, как сейчас, а там 3-4 часа. Я хотел поэтому пойти. Но сказали, что значит неизвестный будет дополнительный урок летом только для 3-х человек. Мама сейчас переводит чек из магазина и ей говорит, что перевод странный. Что там у тебя было, кукуха съехала или что? Нет, у меня была скумбрия в шен, а не потом вышло, что скумбрия в масле. Да, вот, да. А я говорю, так есть еще круче перевод? Егору, моему другу, приходит сообщение от учительницы. Василий съел комара. Отлично. Он думает, что... А там написано, не забудьте взять еду. Вот. Поэтому читайте переводчик внимательно. Он может и комара съесть. Ну да, здесь нужно несколько раз наводить на него гугл-переводчиком вот этим, чтобы он более-менее вразумительное что-то выдал. Потому что иначе будет Василий съел комара. Ну или колобок повесился. Вот Маша на пляже не хватает столько сушлоками. Я вообще не понимаю, зачем на пляже нужны шашлыки. Мама на пляже всего что угодно. Хочется, кроме шашлыков. Мне взять еду с собой. Понимаете? Она готова, чтобы не делать. Всем добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы всей семьей. Я мама, папа. Вот папа как раз выходит из туалета на заднем фоне. Это именно тот кадр, о котором мама мечтала. Мы всей семьей сейчас поедем в небольшое путешествие. Куда? Вы узнаете, если досмотрите это видео до самого конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Только что Витя помыл нам машину. Ну как помыл? Протер. И вот уже пожалуйста. У нас теперь чистые стекла все абсолютно. Ну у Витя на всякий случай и машину протер. Хотя мы ее еще получше потом помоем завтра. Перед тем, как отдать ее Илье нашему девушке. Ага. Родители, ну поехали уже пожалуйста быстрее. Ух ты, а мы проедем? Как он классно, что он зеркало смотри. Там миллиметровчик просто дает, а? Это дорога в Крайоте. Она тут одна из города. Ну только это не дорога в Крайоте. И она тут не ваша бабушка туда заехала. Я тебе говорила, что эта дорога в Крайоте и она тут одна. Прямо направление не указано пока ехать. Штейн. Надо бы не пропустить поворот на нужный город. Еще это мы уже к пустыне что-ли подъезжаем. Мы не знаем куда дальше ехать. Навигация что-то. Установимся на трассе и смотрим. Тихо, не вряд ли. Тихо, не против. Почему я на этой горе не вижу ни одного шакала и ни одного кабана? Тихо, на кудровой дороге. Кто-то другую ехал. Уши начинает закладывать в него. Нет указателя. Я не знаю, куда ехать. Антон, Антон, Антон. Ребята, приедем туда. Витя, осторожно, крупный рогатый скот. Езжаем. Господи, где мы? Главное, сами упадите, куда мы приехали. В Ленинградскую область везли пальмы. Коровьего мальчика упадает. Это опасно. Ну, если это не проверенное, а свое такое. Действительно, в деревне наштили какие-то соборчики. Вот, смотрите, видите? Указатель. А, наверное, он к этому и был указатель. Я не знаю. Extra Vision Olive Oil. Я представляла, там как город, знаете. Ёлки-шпалки, какая здесь жара. Гроссов 36. Хорошо, что ветер. Это синагога? Давай, посидим. Свадьба. Синагога, ребят. Сидит. Ага. Нет, товарищи, это не то. Я уже голодный и хочу домой. Никон, имей совесть, мы только приехали. Интересно, зачем здесь эта площадка? Раз они здесь все стоят. Этот все ворчит, что частный дом. Богатый, богатый дом, богатый. Идемте отсюда, нас оштрафуют. Как в Праге в четыре с половиной года, когда мы заехали зимой. Он на коляске был. Мы заехали, действительно, на частную территорию. Вот он там нам устроил. Ну, все, пошли. Тут разнывает. Ну, я боюсь, что пожелись. Чего ты боишься? Да я боюсь, что нас оштрафуют. Ну, не тебя же будут штрафовать, папа с мамой. И чего ты боишься? Тебя-то никто не оштрафует. Я бы штрафуюсь. Все равно боишься? Ну, мама, давай. Да и... Бежишь и отсюда. Ничего не изменилось. Прошло 12 лет. Бассейн. Там трансформаторные будки. Все как у нас. Пусорные баки. Целый ряд стоит. Да нет, спасибо. Ветер сильный, поэтому это спасает. Советская деревня. Да, советская деревня. Старый пионерский лагерь с волейбольной площадкой. Ребята, я вам скажу, значит, мы сейчас находимся в деревне, которая называется Вифлеем Галилейский. Но это не тот Вифлеем, о котором все знают. Потому что тот находится там, куда сейчас лучше не ездить. Поэтому мы здесь. Это не так далеко от Хайфа, на самом деле. Всего полчаса мы ехали. Теннисный корт, что ли? Слушай, ну точно. Смотри, чудо-юдо городок, как у нас там во дворе. Дерево, пальцы, да? Старый советский корт. Странно, почему здесь иноябрите написано? Площадка советская. Боже мой, где они это откопали? Это же наше детство вообще. Это вообще просто Кленовласть. Там именно мы выйдем. Ребята, мы почти пришли. Здесь очень пахнет бензином. Не, не раша, да. Какой-то белый, синий, красный. Нет, не торвать. Пока мальчики разгадывают, что там за флаг, я вам скажу, что вот это вот растение желтое, оно только что зацвело в Израиле. И оно цветет, видимо, только вот в это время. Вы считаете нам облом, да? Нас отсюда не выпустят? Все может быть. Это частная территория. Мы сейчас куда? Ну, мы сейчас, я думаю, что можем вот в эту деревню свернуть. Да, немецкая. Ну, вот эта немецкая деревня, она называется Аланаба. То есть у нас это здание деревьев. Да. Почему? Потому что... Исходяще. Если нас не выпустят, придется нам ночевать здесь. У нас есть хоростики. Пять штук. И вода. Ну, типа немецкий дом. Ну, а почему у нас немецкая колония? Какая эффекта? Да. Какая эффекта. Какая эффекта. Вот это вот у них, конечно, вообще шедеврально. Вот это вот по каждому шагу. Вот такие столбы. Вот это вот. Вот это церковь. Вот это церковь церковь. Тельцкая. Какая эффекта. Тельцкая. Светлая. Курица ходит по улице. А вон она. Ну, далеко, далеко от нас. Павлина-то даже, это не курица, это павлина. Нет, ну здесь проехаться можно. Никто не нервничай, спокойно. Все хорошо. Как тут не нервничать? Я вообще сюда изначально ехать не хотел. Смотрите, ребята, им там не холодно. Ой, фу, им там не жарко. Нет, конечно. Молоко, ребят. Запах тут не очень. Запах с детства знаком. Поля, лето. Они там, наверное, еще пьют. Привет. Красавица. Мы тут ищем туалет в кустах, а тут, вон, оказывается, прямо окно. Смотрите, здесь какой домик. Классный. Ну, конечно, куда-то выйдем. Как в Америке. В комьюнити. Да, это комьюнити или как бы у нас. Во Флориде, я бы сказала даже. Потому что там такие богатые. Есть. А с друзьями. Высокие очень горы впереди. Может, ты не загараживаешь, а он в стенке пропасный. Да, окей. Вить, ты меня напугал. Чуть не врезался в машину вот в эту вот. Чуть не врезался в метре, водить не надо. В метре, в сантиметре. Здесь классно. Ветер вообще здорово. Вот там вот коров охлаждали, а здесь даже можно не охлаждать. Правда, ветра дует такой. Интересно, почему здесь на открытой местности, что ли, а там более горное. И, как ни странно, Макдональдс работает. Хотя сегодня пятница, вторая половина дня. Уже 5 часов. Мы 2 часа гуляли. А похож, как удача, да, Макдональдс такой же? Все, ладно. Все, ладно. Заходим. Не знаю. Да. Ага. Все, мы взяли кофе, теперь пошли. Кот, наггетсы, все, наггетсы. Осторожненько, машина! Да! Да! Ребята, это специальная система полива. Она ездит по полям на колесиках и поливает урожай. Мы уже приехали, надо сказать. Мы уже приехали, мы готовим блин, а я вот макароны свалил. Смотрите, сейчас мы его закрепим. Деликателем, это макароны, я его подзелаю, вращаю чуть-чуть. И поднимаю. Извините, маленькая техническая неполадка. И поднимаю. Когда я их поднял, вот там остается на порчу. Ну, они, правда, соскочили, но это можно исправить. В общем, третий раз у меня не получается это нормально сделать.